Здравствуйте, уважаемые зрители! Сегодня вашему вниманию будет представлено творчество известного советского художника Александра Александровича Дейнеки. Александр Дейнек родился в семье железнодорожника в 1899 году. С детства его увлекает живопись и техника. Он учился в Курском первом высшем начальном училище и посещал художественную студию, организованную такими художниками, как Василий Васильевич Голиков, Михаил Николаевич Екименко Забуга и Андрей Александрович Полетика. В 1916 году по рекомендации Екименко Забуги и Полетика поступают в Харьковское художественное училище, где учатся у Михаила Родионовича Пестрикова и Александра Михаиловича Любимого, воспитанников Санкт-Петербургской императорской академии художеств. После февральской революции занятия в училище прекратились и в 1918 году Дейнека приезжает в Курск, где работает декоратором в театре. После какое-то время фотографом в уголовном розыске и преподает рисование в женской гимназии. В 1921 году поступает во Вхутамас высшие художественные технические мастерские. Как вспоминает сам художник, я попал с одной стороны в среду старых академических устоев, а с другой – различных формалистических исканий. Он учился у Фаворского, будучи студентом, активно работает над созданием плакатов агитационного характера. В 1923 году после публикации журнала «Безбожник у станка», где можно было увидеть несколько рисунков Александра Дейнеки, началась его активная деятельность как журнального художника, которая продлилась до начала 1930-х годов. В 1936 году у Александра Александровича появляется задумка создать триптих под названием «Первая пятилетка». Сохранилась центральная часть, которая хранится в Государственном музее искусств имени Аблхана Костеева, где навстречу зрителю идут герои труда, люди, которые и разных национальностей, и разных поколений. Образы в изображении наполнены мужественностью, суровостью, огромной силой воли. Очень точно здесь изречение Федора Михайловича Достоевского «Лишь трудом и борьбой достигается самобытность и чувство собственного достоинства». Существует и символический аспект в изображении, когда позади возвышается образ некий Самофракийской, которая, согласно античной мифологии, является богиней Победы. Благодаря ей картина исполнена идеей наступающего светлого будущего. В запланированном триптихе автор предполагал представить торжественное шествие строителей первой пятилетки. Как писал сам Дейнека, «В портретах наших современников я стараюсь отбрасывать все случайное, временное и как бы наделяю их большим смыслом времени». Александр Дейнека создал свой неповторимый композиционный почерк. Его склад зрительного воображения позволил ему понять и представить в своих работах особенности ритма, чувства равновесия, приемы показа динамики, единства и других законов и правил композиции изобразительного искусства. Ракурс, демонстрируемый сиюминутным пойманным взглядом, необычная перспектива, низкий горизонт и другие композиционные приемы, словно служат средством убеждения правдивости в тех жанрах, к которым обращается художник в своем творчестве. Таким образом, композиция становится инструментом гиперболы, к которому всегда прибегает автор. На примере произведения героя первой пятилетки из Фонда Государственного музея искусств имени Аблахана Костеева мы рассмотрели методы, к которым обращается художник в разные годы творчества. Спасибо за внимание. Продолжение следует... Продолжение следует...